всем привет вы находитесь на канале московский обжора я только что встал я еще такой спящий и сонные и я вот уже себе сделал и приготовил вот такой вот замечательный кофе этот кофе называется черная карта молотый вот я на эту чашечку завалил уже себе две чайные ложечки полных с горкой кофе и добавил тоже две чайные ложечки сахарного песка и 2 чайных ложечки я положил сюда сгущенного молока и сейчас я буду это кофе употреблять с очень вкусный и полезной вещью знаете с чем с икрой минтая я сейчас буду употреблять этот вкусный кофе вот я только что из холодильника достал икру минтая вот так вот она выглядит называется видите фирма rock очень вкусная кстати штучка очень вкусная видите и упакована под вакуумом в этой банке 130 граммов морская планеты видите я ваша нету икру покупал вот я уже одну банку схавал вот сейчас буду открывать вторую ведь она с ключиком что очень радует вот смотрите как она открывается ведь сначала нужно поддеть накатком потом уже вот так вот взять и вот открыть ох как туго ох 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 Вот такая вот икорочка Очень, кстати, полезная вещь Можете купить не обязательно этой фирмы Любую другую Это очень вкусно Здесь очень много витаминов И А, и В1 И всякие кислоты очень полезные Видите, как выглядит аппетитно Сейчас я отрежу белого хлеба И белый хлеб намажу спредом Вот таким вот Ешьте, ребята, только спред Во-первых, спред это Намного дешевле А во-вторых, он намного полезнее Во всяком случае, он не такой вредный Как ваше сливочное масло Потому что, как правило, в масле В сливочном есть животный холестерин А это очень и очень опасно Особенно для мужчин и женщин А, как известно Чтобы масло вашему здоровью Сливочное не нанесло вреда Это масло нужно употреблять В меру Ну, то есть совсем немножечко Но так как масло сливочное вкусное Люди не могут в меру Они жрут его каждый день По очень много А это очень и очень вредно А вот спред Спред Его хочешь не хочешь Много все равно не съешь Потому что он не такой вкусный Как сливочное масло Но зато очень и очень полезный Тем более этот спред Вот у меня он сделан по ГОСТу И состав неплохой И делают у меня в Москве На родине Ну все, ребята Сейчас я белого хлебушка отрежу Намажу спредиком А сверху положу Вот такую вот замечательную корочку И буду употреблять Кушать на камеру А вы можете сесть поудобнее И наблюдать за моим процессом Поедания Вот такой вот вкусняшечки Сейчас я беленького хлебушка Отрежу Вот Сейчас я отрежу Я буду потоньше отрезать Вот такой вот нормальный Думал, видите, какие кусочки Так, вот раз кусочек Сейчас второй отрежу Вот второй кусочек Так, сейчас третий отрежу Вот, три кусочка Бог любит троицу Я думаю, пока мне этого хватит Ну а если не хватит Я потом еще себе Отрежу И куда он не денется Все, в принципе Сейчас я это все намажу Спредиком Вот таким вот Очень, кстати Неплохой спредик Видите, я уже Его почти весь сожрал Надо еще ехать В Аршан Пока он это Недорогой По 17 рублей За 200 грамм А что сливочное масло Вот все Покупаете это масло Кому оно нужно Оно только лишь вкусное А пользы от него Не так уж и много Потому что Мы не можем есть масло Понемножку Если мы его Купили То мы его Жрем это За один раз Правильно? Поэтому Поэтому не надо Это делать Такие вот дела Это самые А спред Он это Не такой Вкусный Зато дешевый И что главное Что он это Не вредный Потому что здесь Нету Холестерина Ну а если есть То совсем минимальное В отличии от Сливочного масла Да и к тому же Масло сливочное Покупать Сказали опасно Все дело в том Что вы купите А там может подделка Правильно? Может быть там 50% Только масло Ой вернее там Может быть только 20% масла А 80% Спреда И все А денег Ты сколько переплодите Никакой пользы нет А спред Купите Вы уже знаете На 100% Что это спред И никто вас уже Не обманет Правильно? Поэтому Или мне вчера Эти начали Хейтеры Писать Или я не знаю Отставы люди В комментариях Что якобы Майонез вредный Есть Ну что вы такое Говорите Как это Майонез вредный Есть Ну правильно Майонез бывает разный Если с консервантами Вы купите Дешевый майонез Конечно Вредно его жрать Но я то вчера Покупал Московский Провансаль Вернее Не покупал Это Употреблял А сейчас Состав у него Очень хороший Там Не красители Нету Ни химии Ни ГМО Ни консервантов Ничего Раньше Да он был С консервантами Раньше Раньше Там несколько лет А потом Он стал дороже Стоит Но зато Состав очень хороший Став Там это Все только полезное А вы говорите Мне такую чушь В комментариях Пишите Что якобы Вредно Майонез Есть Чего Людей Вводите В заблуждение Все полезно В меру Сколько раз Говорите Я уже замучился Доктор Мясников Наш известный Каждый раз Говорит Он уже Замучился Повторять Одно и то же Что нету полезных Продуктов Продуктов И так же Нету Вредных Есть продукты Все надо В меру Употреблять Яд и то В меру Полезно Из этих Мухоморов Яд делают Лекарства Очень хорошее Вино В меру Полезно Употреблять Проводку Я уж молчу Пиво Тоже В меру Но Вы не знаете Если в меру Конечно Вам это Все это Вредно Кто-то Он с майонеза Толстеет Правильно Вы жрете Килограммами А я Видите Какой Худенький И не толстею Никогда Всегда В идеальной Форме И вес У меня Идеальный Для моего Роста У меня Рост Кстати Метр Восемьдесят Я Сто восемьдесят Видите Какой Высокий И вес У меня В норме 60 С небольшим Килограмм А вы Чушь Такую Несете Что Масло Там Это Что Спред Вредно Есть Майонез Вредно Ничего Не Вредно Все полезно В меру Сколько раз Говорить Можно Вреднее Вашего Языка Ничего Нету Запомните Язык Ваш Враг Вот так Вот Не знаете Ни хрена А Вводите Людей В заблуждение Я То уж Наверное Лучше Вас знаю Правильно Он Видите У меня Какая фигура Я всегда В идеальной Форме Никогда Не толстею Никогда Не болею Тьфу Всегда В идеальной Форме И Очень Хорошо Всегда Выгляжу Потому Что Я Спортом Занимаюсь А вы Наверное Сидите За компом И Жрете Много И Поэтому Для вас Это Вредно Вы Толстеете Там Полнеете Не Надо Меня С вами Сравнивать Мне Лучше Знать Что Мне Есть А Что Мне Не Есть Ясно Все Я Все Приготовила Приятного Вам Простите Меня Интеллигента Но Вы На канале Находитесь Московские Обжоры Не В ресторане В Интеллигентном А На канале Московские Обжоры А Я Здесь Имею Право Все Делать И Пукать И Чавкать И Чихать И Все Так Ясно Так Ну Вот Будем Сейчас Употреблять Эту Вкусную Вещь Икра Минтай Вам Тоже Советую Это Очень Полезная Вещь Очень Полезная Сказка Московское Время 11 часов 10 минут Сегодня 31 Октября 2017 2017 Год На улице Очень Пасмурно Но Тепло И Идет Очень Сильный Дождь Как же Этот Дождь Ребята Заколебал Как же Вкусно Кофе Пить С Икрой И Минтай Сейчас Кто Нибудь Скажет О Икра Минтай Это Мол Бяка Мол Это Ее Вредно Есть Там Это Консерванты Тхи Я же Сколько Раз Говорил Уже Замучился Что Консерванты Они Даже В дорогой Красной Вашей Икре И в черной Везде Они Если сюда Не положить Консерванты Тхи То Вы ее Откроете И она Через Там Час Через Два Она У вас Испортится Я уж Не знаю Может Протухнет Почернеет И вы Отравитесь Да Жрать Не будете Поэтому Специально Кладут Консерванты Причем Есть Икра Минтай Есть Миллионеры Богатые Вон Алла Пугачева Наша Певица Консервы Рыбу Сайру И я Очень Сайру Люблю А вы Что Разве Не знаете Что В саре Очень Всегда Когда ее Откроешь Очень Часто Да Практически Всегда Попадаются Там Такие Красные Типа Эти Червички Такие Красные Как Их Называют Планктоны Что Или Ну Типа Мотыля Мотыль Знаете Да Рыбу На него Рыбаки Ловят И вот Постоян Да Это Просто Неприятно Просто Неприятно Но Безопасно Потому Что Консервы Все Стерилизованные Проваренные Это В саре В рыбе Да И в селедке Попадаются Везде В любой Рыбе Хоть Икра Красная Хоть Какая Разница Тут Дело Все Не в цене А Бестолковые Господи Прости Мою душу Грешную Что Ж Вы Такие Бестолковые Дело я этому обжору ставлю по пятибалльной шкале 5 баллов очень нужно можно пальчики оближ очень вкусная штучка полезно вкусно так здесь он написано витаминов очень много витамины b1 b2 поливитамины всякие очень полезная вещь очень ну конечно в меру потому что там соль как-никак кстати не знаю мне кажется что слабо соленая вкусная бывает копишь там соль 1 есть он люди богатые очень богатые олигархи а их не рыба самая любимая минтай например минтай да а есть бедный чуть ли не бомж и вот он на последние деньги свои будет месяц копить так 2 ну купит какую-нибудь дорогую рыбу там я не знаю горбушу там я не знаю какая у нас дорогая рыба причем здесь там дешево или дорого кто что любит кто что любит на вкус и цвет товарищи нет ясно запомните зарубить и себе на носу на вкус и цвет товарищи нет и ничего вредного нет в этой жизни и также нет ничего полезного все должно быть в меру только в меру вот как я все употребляю в меру я даже чай всю жизнь подчеркиваю всю жизнь пью крепкий без сахара например если я чай пью с тортом с тортом перед каким другим пирожным я никогда чай не буду сохранить никогда зачем это глупый